друзья всем привет с вами канал goodwood александр дубовенко сегодня мы приехали к нашему заказчику и покажем вам дом шале с минималистичным интерьером друзья напоминаю наша рубрика свой дом без ошибок нужна для того чтобы показать вам то как живут заказчики в наших домах удачи не в наших домах которых мы построили но самое главное что те люди которые уже построили дома те кто живет них делятся опытом с теми кто собирается строить дом сегодня такая передача знаний из прошлого в будущее и этим на цена наша передача смотрите внимательно друзья мы находимся в нашем самом распространенном доме к d4 на сайте написано что он 240 квадратных метров сразу предупреждаю что бы ты ишники могут намерить разную площадь сначала два или три года назад они тут намеряли 180 190 квадратных метров сейчас так как владимир владимирович дал указание увеличить количество жилья которое надо вводить тот же самый дом теперь бты ишники намеряют 230 квадратных метров так что дом такой же а площадь на бумаге растет и скоро приблизиться к заявленной нами 240 метров напоминаю по технологиям первый этаж из керамического блока пара терм 38 термо второй этаж из клееного бруса стандартная схема очень популярна у наших заказчиков в этом году уже в начале года мы заключили порядка 80 контрактов именно на такой дом так что эти дома будут активно строиться московской области и в санкт-петербурге но собственно везде где мы работаем друзья представляю вам хозяйку этого дома и заказчицу нашу оксана оксана привет оксана здрасте здравствуйте оксана но наверное вы скажите как вообще вам пришла идея построить дом с чего это все начинало идея пришла тогда когда наш домик под торжком стали активно грабить и мы стали искать место поближе и нашли этот участок потом стали активно искать строительную компанию нашли вас и за полгода коробка была на месте это в каком году 19 20 было все плохо да 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 мы прям успели хорошо и кстати получается и до подорожание а мы попали в акцию да в акцию да но когда мы стали переделывать мы увеличили первый этаж на два кирпича вот этих вот второй этаж на два бруса сделали крышу из керамочерепицы толстую мансардные окна сделали ну то есть вы взяли в такой можно сказать богатые комплектации да да ну и не жалеете потому что я думаю что совсем по-другому бы потолки да да и два вида здесь там два вида мансардные окна да и крыша это получается цементно-песчаная черепица тогда еще браз было наверняка сейчас по-моему тоже есть и что еще вы изменили мы сделали ламинацию окон в коричневый цвет увеличили балкон который в мастер-спальне и увеличили на 10 сантиметров высоту фундамента а цоколь чтобы снег там не попадал сейчас кстати два направления одни люди увеличивают фундамент другие наоборот понижаю туда чтобы выходить на улицу прям напрямую но мы мы решили да там и так и так да поэтому это кстати как раз оглашу дома не хотят типово не все индивидуальные у каждого свои идеи начнем со входа дверь у вас я как понимаю со стеклом удобно и что у вас тут за помещение это у нас гардеробные шкафы здесь слабо . с интернетом и с принтером и тут у нас постирочная здесь сушильная машина стиральная машина выбор пал у нас на фирму аска по дизайн-проекту у нас должен быть еще здесь фирмы аска паровой шкаф но у нас выбор пал в пользу вот этого парогенератора фирмы steam one потому что мы решили что шторы в паровой шкаф у нас не влезут и удобнее их разглаживать на месте также мы сделали шкафы где очень удобно хранятся хозяйские вещи всякие для стирки для уборки пылесосы гладильные доски очень удобно так как дом большой всего много нужно это где-то размещать и очень удобно иметь отдельное помещение для этого и по проекту goodwood а эта комната специально сделана под постирочную здесь сделана выемка в стене чтобы встала вся техника я правильно понимаю что тут такая двойная ниши или мне кажется из комнаты ниша сюда а из ванна вот это кстати очень классное всегда решение потому что сейчас не все так делают ставить шкафы с двух сторон в итоге пропадает куча места и эффективность используют еще здесь вот я сразу понимаю что у вас вот это полочки туда да они достаточно глубокие там сколько 60 сантиметров да 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 и получается что съедается только 30 сантиметров от каждой комнаты да и включая стенку стенка все нужно и вот это очень классное решение так и здесь котельная я кстати вижу у вас газ тут езда котел модный и вы говорили как раз что у вас система управления то есть я думаю только наш вайланд всех как-то забарил мягко говоря да я уж не прям вот уж этот могли оставить ладно там всякие санкции туда-сюда тут-то уж выдаем чем помешали ну вот раз тоже как бы была проблема у нас котел висман до висман да и когда на улице теплело он все равно врубал здесь жар безумный мы бегали открывали окна меняли там температуру и приехали ребята из зонда и нам за один день настроили все теперь мы как белые люди с приложением и вентиляцию включаем и управляем теплом а вот эти блоки это что у нас стабилизаторы на каждую фазу такие большие да 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 вот тут еще стоит аккумулятор при выключении электричества он не дает котлу вырубится и не дает холодильником отключаться потом запускается бензогенератор у нас подается сюда электричество и все работает а и бензогенератор у вас большой то есть большой большой вот такой прям здоровый а понятно да он стоит у нас в сарае и система управления и оттуда выхлопная труба через крышу как дымоход говоря все выведено то есть у вас нормально все да 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 хорошо так ну отлично как вы пришли к этому проекту обычно семья состоит из двух людей ну старшая часть мечта и детей вот и кто-то один топит извиняюсь за выражение за кирпич кто-то за дерево и вот компромисс дом шале у вас какая история была у нас была история мы хотели чтобы все-таки первый этаж это было как аля квартира что-то такое привычное а второй этаж был как загородный какой-то дом где ты отдыхаешь спишь все-таки через дерево и дышится как-то легче и ощущение совершенно другое ну и поэтому вы сразу решили комбинированный дом да и пошли в нашу компанию видели там это до 4 и была акция на него и внешне он нам на картинке очень сильно понравился а ездили смотреть дома там готовые как нет то есть уже тогда то что у нас многие заказчики ездят знаете да 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 хорошо раньше 240 метров считалось в принципе средним дома то есть не считалось большим сейчас то ли кризис то ли люди стали скромнее запросы да сейчас уже 240 это принципе много то есть счет там одну по камеру нас стоит даже 150 очень часто там 200 как вы считаете 200 это 40 это оптимально я считаю да вот больше бы я бы точно бы не хотела но и меньше уже как-то не хочется то есть оптимально для семьи с двумя детьми это прям более чем у каждого своя комната а каждый имеет свой личный какое-то пространство причем не маленькая поэтому ну отлично это наша кухня гостиная кухню мы выбирали тщательно и очень долго потому что материалов не было очень много производителей ушли с рынка но моя мечта была всегда остров и очень тонкая скалешница в итоге мы нашли производителя кто нам ее сделал потому что многие говорили что это невозможно и так как площадь покрытие очень большая мы очень долго искали цвет материал для этой нашей кухни здесь у нас находятся барные стулья на которых мы сидим мы здесь любим сидеть завтракать и опять же таки если ты приехал устал но тебе нужно готовить что-то порезать можно всегда сесть спокойно а приготовить что-то и смотреть телевизор по дизайн проекту у нас вся кухня должна быть серого цвета но мы решили что это очень очень скучно и внесли деревянные элементы по низу кухни мне кажется получилось очень даже миленько так как семья у нас большая и холодильник изначально планировался встраиваемый я решила полностью холодильный шкаф сделать целиковый высокий большой и отдельно мы встроили сюда морозильную камеру когда мы выбирали остров нам посоветовали не вставлять отдельную раковину а сделать литую из этого же материала и как мне показалось это очень даже стильно и вот у нас мы выбрали такой экран которым тоже удобно пользоваться мыть фрукты что-то ополоснуть и помыть для меня важно было не бегать за всякими банками с клянками со специями с солью куда-то везде а чтобы все было под рукой и поэтому я себе сделала тут кухонную утварь а здесь у меня специи то есть достал что-то посыпал и убрал никуда ходить не надо давайте с вами перейдем столовую зону когда к нам приезжают наши многочисленные родственники либо друзья очень удобно что этот стол раскладывается вот с той стороны также и он становится большой куда сядет большая большая компания а стол сделан у нас из керамогранита он очень тяжелый а производитель у нас россия это у нас зона гостиной где мы любим сидеть смотреть фильмы любоваться электрокамином дети у нас обычно сидят на подлокотниках взрослые здесь и смотрим кино так как у нас солнечная сторона и постоянно светит солнце с утра до вечера мы выбрали шторы black out мы любим смотреть фильмы как в кинотеатрах поэтому всегда закрываем шторы включаем подсветку штор и чувствуем себя как в настоящем виповском зале кинотеатра теперь что касается сроков вы сказали что за полгода до мы построили сколько потом у вас дальше вот это заняла отделка и все остальное два года многовато да потому что просто не успевали там как бы принимать решение или как или просто работы было много своей да у нас подрядчики наши очень сильно все растягивали затягивали с любым этапом понятно понятно а почему решили тогда не в год будет дальше отделывать а посчитали что как-то цена немножко покусывается а в итоге переплатили в два раза больше по моему то есть больше в 2 чем у нас было да когда они что-то делали потом приходилось переделывать и вот это вот за это же платили два раза опять же таки аккуратность ваших ребят всегда везде было чисто когда ты начинаешь работать с другими это у тебя там кучка там строймат там объедки какие-то и вот это потом ходишь и собираешь умираешь ну а самое главное потом они сливаются да да деньги да да и все и блок черный список и пока вот ну хорошо ладно оксана здесь сразу видно руку дизайнера видно что очень со вкусом вы сами придумывали или в дизайне как бы нет вот опять же таки ваша компания посоветовала нам компанию мистер десинг к ним ездили в питер и они нам за четыре пять или шесть месяцев сделали дизайн проект дома ну вы же сам это все согласовывали по конечной они все равно же вы же как заказчик на выступали да и они вам сделал дизайн всех помещений кроме котельной кроме котельная вот там должно быть менее красиво да ну там неважно там одни железки ну но я имею ввиду комнаты для детей то есть спальни да 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 санузлы они все сделаны мы где-то отходили от него но в целом а концепция выдержана ноты вы потом старались покупать либо те материалы которые вам сайта либо какие-то аналогичные да ну что по цвету все подходило потому что некоторых материалов уже в принципе не было некоторые были очень дорогие космос да да понятно материалы были выбраны тоже благодаря дизайнерам плитка у нас керамомарации по всему дому лестница из дерева на втором этаже полы у нас из кварц винила стены у нас покрашены краской вот это единственная фирма майланс она очень такая хорошая дорогая и мы не пожалели что взяли ее это мой незаменимый помощник робот пылесос он же полотер который идеально натирает и моет вот эти все глянцевые полы этот умный очиститель воздуха мы приобрели недавно и очень довольны покупкой так как он удерживает аллергены что очень полезно для людей аллергиков вот у нас сын аллергик и ему здесь дышится легче с ним и он собака врубился и показывает что у нас сейчас тут капец как грязно из гостиной мы с вами можем попасть сразу же на террасу где у нас зона барбекю с качелями со столом и главный наш помощник это газовый гриль а в холодные вечера нас обогревает вот этот вот чудесный газовый обогреватель тоже очень советую всем к покупке если вы любите отдыхать на улице почему вы решили обратиться именно профессиональную компанию вы же могли собственно нанимать бригады тем более вы уже этим упражнялись ну да 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 решили обратиться потому что ну во первых вы как я читала самые первые на рынке по строительству домов у вас постоянные то вы не забрасывайте своих клиентов у вас гарантия на ваши дома 50 лет и что меня удивило когда мы с вами все таки уже подписали контракт приехал и кадастровый инженер сказал как его ну ставить нужно что у нас здесь забор стоит не по кадастру вот как чтобы все было четко приехала геодезия сделали исследование грунта и соответственно уже под него вот какой фундамент вот как чего ну да это все на основе опыта тоже сталкиваешься заборе на выстоять неправильно ты сажаешь дом а потом сосед на четкие претензии предъявлять что там забор то он же стоит как есть они так есть такая проблема хорошо вот и выбирали дом нам помогал вадим назаров за что ему огромное спасибо он любой вадим привет тебя привет вот любой мой вопрос любой звонок отрабатывал вот в три секунды и я считаю что строительная команда познается уже в беде что называется когда уже все все деньги заплачены все акты подписаны да и вот когда что-то случается с домом вот эта скорость ее реакции вы уже с чем-нибудь сталкивались да на этапе когда мы закладывали септик и нам нужно было все коммуникации вести обнаружилось то что труба водосточная идет коллекционный да идет под неправильным углом то есть то ли дом чуть-чуть осел и она шла не так а в дом наоборот и приезжал от вашей компании человек зафиксировал все это но говорит мы только сможем сделать там недели через две а у нас вот уже здесь и сейчас и мы договорились с отделом рекламации что мы делаем сами своими силами и нам эту сумму вычли из того дома отлично все прям много компенсирует плюс вы уже мне куларно сказали что текло мансард на окно текло окно и тоже вот надо было разбирать потолок потолок разобрали сделали все все проклеили по всему а периметру вообще а крыши и и тоже нам вот работаю по потолку вы оплатили уже по чистовому да потому что пришлось нет опять же таки из того дома да нет я имею ввиду потолок а так бы мы все сами сделали потолок в чистовой пришлось там да 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 поясним я как понял стало течь уже после чистовой отделки то есть но бывает это не так часто бывает что мансард на окно текут но мы не спорим они иногда текут либо мор могут быть какие-то установки тонкости либо какой-то дефект окна но в любом случае все сейчас уже вот эту зиму ничего не текло да да снега было кстати очень много но мы еще знаете что сделала ли мы не чистили мы сделали подогрев вокруг окон и где идут сливы да 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 ну понятно тут решается как в принципе если правильно установить все сделать запасом то процентов девяносто ничего не будет но если чистить то тем более подогрев еще есть какая-то система снег плюс я не знаю что это такое нам она тоже как-то ставится это же вот нам а приезжал из велюкса человек и сказал что он нам а предоставит вот снег плюс вот у нас стоит в коробках и в следующее того мы хотим вашу компанию попросить установить нам установим да ну просто если подогрев и снег плюс это уже будет сверхнадежно пусть будет да мало у вас одно окно или 3 а ты опять же таки спасибо вадиму что он уговорил нас на эти окна потому что естественный свет в санузлах это не ну просто незаменимая вещь да да и кстати он не только свет а он пространство ждать потому что окно она же получается как ниша тогда у тебя в потолке на и если без него то сразу начать все давить кажется что тесно да с окном как это да архитектурно он по-другому работает ну и лестница да вот тут но это стандартном принципе проекте вот это окно которое над лестницей даже она классная вот это вот оживляет да вот эту лестницу это хорошее решение скажите пожалуйста были какие-то нюансы с дизайном что пришлось что-то там переделывать или допустим с чем-то вы там не полностью сейчас согласны но у нас вот по дизайну был под телевизором под лестницей в биокамин вот но когда мы посмотрели что он безумно жарит от него идет жар мы просто побоялись сгореть и поставили электро и столб у нас по проекту был покрашен он был тоненький и покрашен мы его сделали потолще и положили напольную плитку из остатков можно сказать сделать да 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 так хорошо и вывели сюда как раз электричество это комната бабушки она находится у нас на первом этаже что очень удобно для людей старшего возраста которые не могут долго и часто ходить по лестнице они могут останавливаться здесь и отдыхать когда здесь никто не живет мы используем эту комнату как игровую либо кабинет поэтому поставили здесь компьютерный стол стул и сам компьютер это наш санузел первого этажа и наша достопримечательность огромная душевая которую мы всегда хотели и что самое интересное она не стандартного размера она метр на метр и очень высокая дверь и стекло лестничное ограждение мы решили сделать из стекла потому что она визуально расширяет пространство и дает больше воздуха так как в доме очень много окон они все большие и лестнице высокая я дотуда не достану это же стекло вот я приобрела себе такого помощника мощника окон а чтобы ваша лестница смотрелась еще интересней обязательно делайте подсветку пойдемте на второй этаж так но мы поднялись в деревянную часть дома да то есть мы с вами перешли из каменного дома в деревянный деревянный два в одном и что у вас на втором этаже то вот это холл второго этажа где можно посидеть вот эта комната сына комната дочери это их санузел там наша мастер спальня я называю однокомнатной квартирой можно закрыться мини-холодильник туда поставить и вообще шикарно это кстати очень правильное вообще решение думаю что вы не не пожалели до том что мастер спальню нет делали ну что давайте с нее начнем мы находимся в спальне до мастер спальне мастер спальне дайте расскажем зрителям чем они знают на всякий случай чем мастер спальне отличается от просто спальне за общей дверью у тебя находятся гардеробраны с бодуарным столом и санузел ну да как вы правильно сказали это условно такая однокомнатная квартира не хватает еще здесь мини кухня или какой бар там или холодильник мини холодильник да и уже тогда здесь можно отсюда не выходить наша мастер спальня достаточно большая даже мы сделали зону гостиную где можно посидеть посмотреть телевизор полюбоваться камином это большая кровать высокая спальник гарнитур мы заказывали тоже у российского производителя компания корона я хотела всегда высокую кровать чтобы как принцесса на горошине и собственно что я и получила в наш век высоких технологий мы решили сделать выбор в пользу умных светильников и также поставили на прикроватные тумбы умные светильники которые меняют и цветовую температуру и яркость и также имеют зарядку для телефона что избавляет нас от лишних шнуров в санузле у нас есть зеркало с подсветкой и с подогревом поэтому когда ты напаришься здесь у тебя зеркало не запотевает и особый кайф я хочу отметить что делайте себе мансардные окна особенно в таких небольших помещениях как санузел вы не будете включать свет здесь будет всегда естественное освещение и вы даже не представляете какой кайф когда ты лежишь в ванной и смотришь на чистое звездное небо также из мастер-спальни мы можем с вами попасть на балкон где мы любим вечерами теплыми летними сидеть и наблюдать на детскую площадку как играют наши дети это комната сына вот в которой мы переделали все да вы сказать что он кровать не захотел да 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 кровать должна была стоять здесь по этой стене мебель но сказал я хочу диван поэтому купили диван его сюда поставили потому что тут телевизор надо смотреть вот и соответственно все у нас переигралась до телевизор у него и по-моему там же телевизор мне кажется меньше у вас общий чем у сына да он у нас самый крутой вместе с бабушкой да 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 потому что я смотрю что телевизор из-за сколько это дюймов но 72 да ну такой приличный да ну и компьютер соответственно все что я да все отлично приставка все как надо все как надо и даже гитара теперь мы с вами заходим в комнату дочери которая у нас поместилась все она очень объемная просторная у нее здесь свой мини-офис и и уместилась даже фортепиано потому что она занимается музыкой мебель мы заказывали у российского производителя это компания риока которая за небольшие деньги делает удивительно качественные вещи советуют свои дизайн-проекты и каждый этап работа у них очень сильно отслеживается спасибо вам огромное у детей здесь лежит пуфик остальные пуфики у них на балконе у них очень длинный балкон на ширину всего дома и они там любят сидеть с друзьями сейчас мы с вами туда тоже выйдем мебель это один из двух санузлов на втором этаже где мы столкнулись с такой проблемой что по дизайн-проекту у нас вся мебель и сантехника должна быть подвесная а по конструкции дома стены нельзя крепить к крыше стены каркасные и она бы не выдержала и пришлось брать все напольное и в тумбы вставлять покупать отдельно ножки а понятно понятно также в санузле детям мы сделали мансардное окно что добавило света и пространство сделали подсветку который меняет свои цвета дети играются с ней сами и также мы им решили сделать две разные раковины так как дети у нас разнополые и с утра когда чистить зубы у девочки это всегда знаете сами времени больше занимает и чтобы второй ребенок не ждал вот они чистят зубки свои и умываются вместе пусть это и холл второго этажа но мы решили украсить его вот это вот эксклюзивной картиной из металла которое покрыто серебром и патиной вы тут живете постоянно или все-таки как дачу использовать как дачу пока то есть вы на выходных или что на каникулы ну а переехать сюда хотите ли в квартире лучше хочется на школу далеко далеко да ну а летом когда нет школа у вас вроде какие-то планы были до что вы собирались ландшафтным дизайном заняться да 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 вот у нас есть друг он архитектор и он у нас уже примерно нарисовал где какие посадки где какие дорожки и вот выход на террасу мы хотим сделать большую зону парящую для шезлонга для зонтика и для джакузи зона отдыха отлично отлично то есть тут у вас участок позволяет давать участок сколько размером 15 15 тогда хорошо вот так что у вас может быть и бассейн появится свой вы поняли а бассейн у нас уже есть от джакузи надувной выкапывать да вам надо как следует вот недавно у вас собака появилась да да как зовут кекс кекс но кекс пока еще дрожит от страха или от холода вот мы от страха да да но уже имя знает свое да реагирует у нас еще система умный дом которая у нас на apple завязана и также управляется она голосом через алис у нас каждой комнате стоит своя алиса и она включает любые фонарики а даже чайник включи свет над столом свет над островом прикроватную лампу один прикроватную лампу 2 у сына тоже вот умный дом мы иногда даже делаем как мы из своей спальне через алису связываемся с детьми их алисы и можем так вот общаться разговаривать стояли как по рации да понятно они нам что-то говорят мы им что-то отвечаем понят это весело вот вот что большой дом видите алиса помогает да да я называю лэзи хаос когда ты просто лежишь тебе лень встать дойти до комнаты ребенка чтобы с ним что-то обсудить и и начинаешь там алиса как там сумок или уже лег а там у тебя вы там свет горит на первом этаже вот и где-то не выключил либо через телефон сколько либо голосом алиса выключи вообще весь свет и она полностью дом вырубает алиса включи ключик алиса включи солнце алиса сделай цвет солнца холодный алиса включи подсветку штор также к умным штукам я отношу вот это зеркало которое выключается и включается магическим образом пережив вот эту всю стройку это же целая можно сказать это целая жизнь еще не известно что проще ребенка родители дома да 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 вы кому-нибудь советуетесь в это все или лучше живите в квартире не мучить нет свой дом это прекрасно когда ты выходишь не в асфальт не во двор на свой участок и делаешь тут что хочешь и обращаться надо исключительно к профессионалам потому что у тебя голова не болит что у тебя и как это здоровые нервы и крепкий сон ну да и и деньги кстати потому что многим кажется что профессионалы очень часто сразу называют сумму а компания которая скажем так попроще они берут потихоньку да 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 вот и поэтому и тогда сумма которая прозвучит от профессионала она иногда ошеломляет да и кажется что сейчас мы сэкономить то есть лучше вот тут на тоже быть осторожным что мы сами например вот конкретно мы не заинтересованы в том чтобы это стоило дороже чем чем это стоит да потому что потом это все скроется тоже не можешь обманывать людей долго если ты где-то что-то обманулся она потом бы это будет ясно и тот кто именно надолго в этой теме он ни в коем случае не допустит чтобы расходы были какие-то неправильные вот эти вот эти проходимцы до их полно вы же сами скажи кто сейчас только не строят те да то есть мы советуем всем обращаться к профессионалам и опять же таки очень удобно вот у тебя есть полностью расчет вот опять же таки возьмем дом да вот он стоит столько-то и он у тебя не будет меняться в цене и ты не сразу же отдаешь деньги а этап закончен технодзор приехал посмотрел проверил окей заплатили и вот так вот все поэтапно и четко кстати как вам этих надзор понравился то есть очень многих многие заказчики сначала не верят что что он действительно будет принимать прям по строгому потом потом да это же их сотрудник зачем он будет это не заметили один раз мы были здесь и приезжал технодзор по моему он мерил фундамент чтобы не было трещин вот это вот все и каждый этап вот каждую вот штучку который надо проверить все у у тебя отфотографировано и в личном кабинете ты это все можешь отслеживать и смотреть да то есть в этом смысле удобно то есть не обязательно проезжать на площадку да 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 но вы в какой-то момент вы ваш был на недоверие что наверное это технодзор все-таки это же из их компании может быть он на какой-то брак пропустит еще чуть до мне кажется не было потому что когда ты сам приезжаешь и видишь вот как что вообще устроено что кирпичик к кирпичику вот все вообще вот идеально там даже уровень приложишь все все четко ну отлично так все дождались плова детки от нашего стола к вашему столу спасибо это плов давайте сделаем вот так вот так небольшой вот здесь если любите это острый перчик а здесь без перчика ну а сам плов одинаковый да одинаково острота из перца не не успела сильно пройти запекается и сверху уже на поле в конце а приятного аппетита спасибо оксана большое спасибо за обзор дома думаю что было очень интересно нашим зрителям и вам желаем чтобы ваш дом процветал доделать все ваши планы по ландшафтному дизайну и чтобы ваш дом радовал и притягивал много хороших людей да спасибо вам за то что приехали за то что построили это чудо приезжайте еще спасибо спасибо так друзья напишите в комментариях как вам выпуск всем спасибо что досмотрели до конца ставьте лайки нажимайте на колокольчик подписывайтесь на канал и всем пока подписывайтесь на канал и wiem оставьте лайки